Ребятушки, hello, как говорится, приветствуем вас в прекрасной Филадельфии Сегодня посмотрим с вами, какие вообще штуки в мире бывают Круто, правда? Но об этом поговорим в следующий раз Может показаться, что то, что стоит перед нами, стоит 6 миллионов долларов Ну а что? Вот оригинальная Shelby Cobra 427-65 года 6 миллионов долларов, это почти полмиллиарда рублей Однако это самоделка и не просто самоделка, это кит-кар Машина сделана здесь в Америке, куплена здесь в Америке нашим соотечественникам И собрана своими руками И стоит, естественно, намного дешевле Что к чему, обзор, поехали Ну а сначала несколько важных слов о кит-карах в принципе Честно говоря, чем больше мы их снимаем, тем больше хочется купить себе такой же Итак, термин кит-кар в дословном переводе это набор автомобиль Ну или наборный сборный автомобиль Так вот, вся эта тема появилась еще в 50-х годах прошлого века Прикиньте, ребяшки, мы вот родились в прошлом веке Ладно, это отдельная история, значит, проехали Так вот, всю эту тему придумали британцы, которые на самом деле хотели просто сэкономить Потому что, когда вы покупаете дорогой автомобиль сразу из салона в сборе, это большие налоги А если вы покупаете набор запчастей, то есть кит-кар, а потом уже сами как-то там в гараже что-то из этого строите Это совсем отдельные деньги, естественно, совсем другие налоги Ну а потом в целом оказалось, что таким образом можно строить разные машины Раритетные тачки и какие-то современные автомобили Причем они будут не только дешевле, они будут лучше Потому что некоторые запчасти можно менять на современные Соответственно, машины будут и надежнее и быстрее А стоить будут значительно дешевле И да, это как раз то, чем много лет занимался легендарный мистер Чакбек Которого мы вам показывали Он строил копии оригинальных автомобилей, то есть реплики Так, например, оригинальный Porsche 550 Spyder обойдется вам где-то в 2-3 миллиона долларов А реплика мистера Бека стоит 50 тысяч долларов И ездит ничуть не хуже, поверьте на слово, мы на ней прокатились То, что прямо сейчас стоит перед нами, реплика Shelby Cobra Это киткар и стоит еще дешевле Потому что это приезжает к вам в виде конструктора И вы можете собрать это сами у себя в гараже За счет чего, естественно, она изначально дешевле Ну или попросить специальных людей, они соберут это за вас Или пришлют почти готовый экземпляр Второй приятный момент заключается в том, что это киткар производства Factory 5 Racing Это крупнейшая в мире компания, которая занимается киткарами Заходим к ним на сайт, чего только у них там нет Это родстер, хот-роды и траки Type 65 купе, модель GTM, суперкары и много что еще Все на первый взгляд выглядит классно Ездит, судя по видео, очень быстро и стоит, что самое приятное, недорого Но так ли это на самом деле? Перед нами MK4 родстер Реплика Shelby Cobra 427 65 года И повторимся, она сделана здесь в Америке И собрана нашим соотечественникам, который стоит прямо сейчас за кадром Ребяшки, небольшая рекламная пауза и поговорим с Алексом, что к чему Недорогой смартфон, это отлично А если там приятная начинка, хорошая камера и быстрая зарядка, так вообще красота Вот, пожалуйста, Infinix Note 11, что интересно Большой яркий AMOLED, все верно, AMOLED-экран Пиковая яркость 650 нит, это значит, что даже на улице при ярком солнечном, при ярком солнечном свете картинку видно отлично Аккумулятор 5000 мАч, есть быстрая зарядка 33 Вт Вот она, уже в комплекте ничего докупать не нужно Начинка Helio G88, и многие сразу такие, ммм, Mediatek Так вот, пожалуйста, Asphalt работает отлично Мы тестировали смартфон несколько дней, он ни разу не нагрелся Ну и камера, 50 мегапикселей, тестовые фотки Также у этого аппарата есть NFC, 6 гигов оперативки, 3 цвета на выбор И вот такая вот крышка, на которой не видно отпечатки пальцев А теперь самое приятное, до 6 февраля, солидная скидка на Infinix Note 11 Специальная ссылка уже внизу, очень рекомендую Продолжаем Итак, ревешки, знакомьтесь, Алекс Привет Привет Строго Алекс, да? Можно Саша Ладно, хорошо Многие из вас, конечно же, видели его по видео, да? Да Про эту машину, там она была красная, сейчас на тебя голубая Да Так, сразу к делу, почему машина стала голубой? Значит, когда вот этот комплект, кит, который ты рассказывал, продается, он приходит в виде чистого стекловолокна, то есть это стекловолокно, кузов отштампован и покрыт защитным гелем, просто для того, чтобы сохранить лучше это стекловолокно Вот этот защитный гель, он красного цвета Смотрелось, как будто это краска Очень много людей действительно думали, что это краска, но и многие, кстати, собирая такой конструктор, могут ездить там год или даже два, вот именно в этой защитной геле, в геле красном, да Все помнят там швы на этом кузове, да, из-за как раз штамповки этого стекловолоконного кузова И, соответственно, в процессе покраски швы убираются и можно сделать вот другой цвет какой-нибудь Сам конструктор собрали мы с сыном, вот я и Алекс младший, тоже Саша У вас там еще детка в кадре был какой-то, я смотрел видео В какой-то момент приезжал чувак по имени Марк, он занимается профессионально сборкой таких кобр Он как раз проинспектировал, сказал, что все хорошо и уехал Но все от самых первых винтиков и заклепок до установки двигателя и надевания корпуса делали мы Но вот красить кузов, это реально совсем другой уровень Очень много красной пыли вот этой от стекловолокна Люди, кто это делал, говорят, что им там в кошмарах снится эта пыль И, соответственно, мы решили, что как раз именно покраску мы лучше отдадим профессионалам Понятно Скажи, в каком виде это все приехало? Грузовик, в который на заводе, на Factory 5 загружают для, там было, по-моему, 12 комплектов Загружает для 12 клиентов И грузовик едет через всю страну и постепенно разгружает, разгружает эти Типа как газеты разбрасывают, ездят утром Да-да-да-да Или там бутылки с молоком Значит, это все приехало кузов и Он был надет чисто для того, чтобы компактно это доставить А, то есть просто накинут, короче Да-да-да И плюс еще где-то порядка 30 коробок с деталями Отдельно мы купили у другой компании, потому что Factory 5 не продает двигатели и коробки передач Интересно Мы купили у другой компании под названием Blueprint Engines Как раз комплект, новый двигатель, сразу совмещен с коробкой передач Откроешь? Он приезжает отдельно в большой такой деревянной коробке Слушай, это замочки на кобре такие же были? Да-да, абсолютно Мы не ругаемся на канале, но мне прям хочется сказать нецензурное слово Это выглядит очень круто Спасибо Так, извини, отвлеклись Это ты купил отдельно, движок Да, двигатель и коробка передач Я показываю вот так вот, потому что коробка передач заканчивается где-то примерно вот здесь Почему нельзя сразу купить весь комплект? Движком с коробкой и собрать? Или вообще готовы купить? Если я правильно понимаю, это вопрос как раз такой законодательства и налогообложения Когда ты продаешь машину с двигателем, это уже машина А если ты продаешь машину без двигателя, то это конструктор Это совсем другая компания, которая профессионально занимается сборкой вот таких двигателей И у них есть прямо линейка прямо для Factory 5 Выбираешь коробку, выбираешь дополнительное навесное оборудование для этого двигателя И тебе привозят такую огромную деревянную коробку Так В которой там собран сразу вот этот двигатель с фильтрами и сцеплениями коробка передач А купить движок в Америке это легко и просто? Вообще без проблем То есть сами производители и Ford и GM У них прямо на сайте можно найти и купить двигатель Положить в корзину Положить в корзину Оставить завтра с трех джетей Абсолютно Вот здесь 5,7, чтобы в понятных единицах 5,7 литра? Вот на эту машину А сколько сил? И 410 лошадиных сил Тебе не страшно, блин, на ней ездить? Страшно Это же самоделка Честно скажу, страшно Я смотрел первое у тебя видео, написано было март Да Следующее видео там уже в конце, когда ты из финальных, когда ты на ней выезжаешь с сентября Заказали мы конструктор в конце января Получили в конце марта Двигатель установили где-то в мае Первый старт у нас в середине июня Во второй половине июля мы подали документы на регистрацию В конце августа получили документы на регистрацию То есть получили номер Сколько заняла регистрация? Месяц Месяц для самоделки? Месяц И это месяц, потому что ковид Да Типа еще долго считается Это долго То есть обычно там типа неделя-две Офигеть А то, что у тебя бампера нет И номера впереди, это вообще нормально Номера почему впереди нет? А Пенсильвания один из штатов В котором номер спереди не нужен Соответственно, ты когда регистрируешь машину Тебе выдают просто одну табличку От ее сзади прикручиваешься Спереди он не нужен Погоди, секунду Номер Это вообще что? Сколько это стоит? На аукционе у нас стоит такое полтора миллиона в Москве Вот получить такой номер, по-моему, 70 долларов в Пенсильвании стоит А можно написать какую-нибудь ерунду матерную? Ну вот есть ключевые слова, против которых фильтруют Так, английские Английские А русские? Ну в принципе, они знают и про русские А, дать вы их шутите туда? Да-да-да, начертание основных букв Там, X, Y, да, комбинации Они знают Понятно А если уже занято? Такое бывает? Да-да, например, я хотел просто Кобра Естественно, Кобра занята Кобра 65 занята Там, 65 Кобра занята Там, и все такое Вот, поэтому пришлось придумывать Но 20 здесь Это потому что машина была собрана вот в 20-м году И мы решили, что 20 это наша там основная цифра Так, покажи багажник Так, у меня багажники здесь немножко бархла То есть это у меня ботинки Потому что я приличное место Езжу в спортивных этих ботинках Потому что очень узкие вот места, где педали Да И поэтому приходится ездить Специально надевать Да-да, в специальных спортивных ботинках Я видел, что ты вот это сам вроде как клеил Смотри, то есть исторически Да, машины Кобры продавались с колесами Гудьир Гудьир был большим спонсором команды Шелби Но сейчас купить в этом размере колеса Гудьир сложно Комплект, который мы покупали Вот диски с покрышками Вот там покрышки Микки Томпсон Известный производитель США Он там производит всякие гоночные покрышки Но для, так сказать, внешней аутентичности Я решил наклеить наклеечки Сблизи видно, что это поверх другого названия наклеено А так, да, это есть компания, которая продает такой вот набор Покупаешь, клеишь и, в общем, похоже как Почти как оригинал Так колеса в комплекте шли или нет? Нет, диски и колеса это то, что не входит в вот это вот kit Это опция, которую ты можешь в Factory 5 заказать дополнительно Так что-то у тебя там половины нет Двигателей нет, коробки нет, колес нет На самом деле, знаешь как, Factory 5 говорит Наш конструктор стоит там 20 тысяч долларов Так Да, и кажется, ура, за 20 тысяч долларов я куплю Вот Куплю конструктор, соберу машину Но потом опции Ага, то есть покрышки, например Задний мост не входит в комплект Потому что ты должен решить для себя Какую конфигурацию заднего моста ты будешь собирать То есть ты хочешь неразрезной мост Или ты хочешь, например, независимую подвеску сзади На сайте у Factory 5 там, в принципе, объясняется Что нужно заказать, да, и какие варианты есть И то, как бы, так, ребят, а если я вот заказываю заднюю независимую подвеску Что мне нужно заказать? Ага, мне нужно указать, какие тормоза для этой задней подвески будут, да Они будут зависеть, например, от размера дисков, которые я беру Потому что не все тормоза в 15-дюймовый диск войдут Ты можешь как-то пропустить все вот эти процессы изучения и обучения? А готовый список уже найти и прокликать? В целом есть большой форум людей, которые собирают эти конструкторы И они помогают там Когда ты приходишь, говоришь, так, я не очень понимаю, что нужно И они тебе могут рассказать, что тебе нужно Понятно Есть люди, которые собирают эти конструкторы для тебя Ты хочешь собрать конструктор Ты разговариваешь с этим человеком Он для тебя заказывает вот все у Factory Five Или, например, он заказывает там вариант у Backdraft Там другой производитель похожих конструкторов А потом собирает за тебя все Ты ему платишь за это, естественно Сколько это стоит? Примерно? Честно говоря, я вот точно не знаю Но мне кажется, что это стоит где-то порядка, наверное, там 10-15-20 тысяч То есть где-то вот там 10-20 тысяч Есть как бы еще такой, как бы срезать угол, да? Когда можно пойти к компании под названием Superformance Или компании Kirchheim И заказать у них сразу вот готовую машину Так Где будет почти все, кроме двигателя Что по салону? Расскажи Из модификаций, которые мы сделали, которых не было в Кобрах, например Я здесь сделал гидроусилитель руля Его не было Его не было И в конструкторе не было И в конструкторе тоже не было, это опция А ты пробовал без него кататься? Я пробовал на других машинах, да Ну, то есть, в принципе, на шоссе не имеет значения Но вот когда ты хочешь запарковаться Вот, и качаешь руки, так сказать Слушай, красная кнопка, зачем тебе вот эта вот колпачок? Для красоты На самом деле там А вот это что такое? Это еще один огнетушитель Он такой, типа, если здесь вдруг быстро что-то там заискрит Блин, это не закись азота? Нет Народ делает Я знаю, там на форуме есть чувак, у которого есть машина с закисью азота И он ее там на драге использует То есть, вот прям здоровый баллон сюда поставили Да, да, можно на этот наклеить там нос наклеечку Да, да, да Ну, кондея тут нет, естественно Здесь нет ничего То есть, в салоне Ничего, что дует Ничего Кроме ветра Дует ветер, который вот отсюда задувает Да Из, как бы, функций комфорта в этой машине есть подогрев сидений Это тоже мы сделали дополнительно Да Например, когда мы делали подголовники Да Подголовники это наше улучшение безопасности А их не было Их не было, естественно, да То есть, изначально вот сидения вот такие Мы решили, что как бы шея нам еще пригодится там При каком-нибудь там резком торможении Хорошая идея Вот, поэтому мы поехали на свалку Нашли там Audi A4 Вынули из нее вот эти подголовники Потом разобрали сидения Прикрутили там, установили специальные трубки В которые вставляется вот этот подголовник Так Собрали обратно сидения Потом опять разобрали, засунули в него подогрев Опять собрали Слушай, а автомат реально сделать на этой машине? Есть люди, которые делают эти машины с автоматом Да Ну, то есть Да, если человек совсем не хочет, скажем так Учиться ездить на механике Можно сделать автомат В Америке вообще Ты многих знаешь, кто умеет ездить на механике Среди ваших друзей? Нет То есть в Америке механика это типа По-моему, по статистике где-то порядка двух процентов автомобилей в США Два процента Да, продается с механикой И чем дальше, тем меньше Потому что Производители начинают убирать просто опцию механики Из комплектов И, соответственно, сложно просто купить Слушай, пока дождь не пошел Да Прокатишь? Без проблем вообще Как нужна специальность? Ну, это пятиточечные ремни, которые тут особенным образом еще застегиваются Охренеть, такое все Да, причем они еще как-то у них заканчиваются срок службы периодически У ремней? Да Потому что эти ремни, как ремни у кабриолетов Это похоже на... Да, они подвержены ультрафиолету Так Соответственно, эти волокна Волокна Так А открывается это как? Открывается очень легко, как раз говоря о быстром выходе Тянет за вот эту красную штуку Да Вот этот крючок уходит и все разваливается Ну, показывай, показывай чуть-чуть Давление масла Так Уровень топлива Напряжение сети и часы Еще интересно, кстати, вот спидометр, он в обратную сторону работает Я не знаю почему, но так А что это у меня тут ручник тут? Да А почему он у меня? Чтобы мне не скучно было? Исторически сложилось, да Типа там будешь помогать рулить Давай Как она нам мягко стартует Сейчас все понял Спасибо Блин, это очень круто Да Слушай 5,7, да? Да, 5,7 Тебе же она не Ругает за то, что ты так ездишь Что у тебя и такая машина есть вообще Нет, это вообще на самом деле Чуть ли как бы не ее идея была Да ладно Она вот сказал Ну вот типа вы же будете там с сыном отдыхать летом Соберите Кобру Нормально Да, мне вообще повезло Сколько лет сыну? Ему 24 года А тебе есть не секрет? Мне 45 И он как раз заканчивал университет Мы решили Здесь в Америке заканчивал? Да, да И мы решили собрать машину И вот заняться этим Расскажи немножко о себе Чем ты занимаешься? Почему ты здесь оказался? И когда? Мы приехали в США в 2014 году Так Я занимаюсь управлением проектов И мы соответственно разрабатываем программное обеспечение в компании, которая в том числе есть в России Это компания Parallels Известная компания Да, и я занимаюсь не разработкой продуктов То есть ты сейчас в Америке постоянно работаешь, живешь? Да, да У нас еще пока что нету гражданства Но мы постоянно живем и работаем Да, здесь Тут какие-то военные корабли стоят Да Тут можно вообще кататься? У нас тут не загребут сейчас? Вот мы не узнаем об этом, да Русские на самодельной машине катаются по американской военной базе Это вообще как? Ага, у нас полиция, кстати, здесь Так, полиция, полиция, внимательно Едем Здравствуйте О, дождь пошел Да, дождь пошел Наши действия Мы пока что едем Мы в кабриолете вообще-то Да Сколько она стоит? Расскажи, ну сколько ты денег потратил на это? Всего вот этот конструктор От, как бы, начальной покупки Плюс двигатель Плюс все модификации, которые мы купили Плюс покраска Плюс все налоги Плюс все регистрации И прочее, прочее, прочее Это все Общая сумма обошлась где-то в 65 тысяч долларов Да Но Удовольствие, которое ты получаешь От процесса постройки От того, что ты ездишь потом На вот такой вот машине Которую ты сам собрал Да Это не сильно сравнимо Да, как компания, которая выпускает кредитные карточки И она говорит там А вот это бесценно Точно Да, точно Вот Так вот эта часть Это бесценно Безусловно За эти 65 тысяч долларов Можно купить много чего Можно купить хорошую, бушную, дорогую Итальянскую Феррари Да Феррари Феррари Вот Но Когда отсюда выпадает Какой-нибудь винтик Или болтик Я смотрю на него Я знаю, откуда он выпал Ты к чему сейчас? Что еще выпадает? Ну В процессе тестирования У нас были ситуации Когда мы едем И слышим Бэм-бэм-бэм Металлический звук Мы останавливаемся Находим болт Так И мы понимаем Что Этот болт Из тормозов Ну и потихонечку Ноехали домой Скрутили его обратно Проверили все остальные Посадили Значит там Специальную смазку Чтобы они больше не выпадали Понимаешь, это вопрос Тестирования Разработки И прочего Первое время Было, конечно Очень стрёмно Первое время Ты ездишь И реально Ты состоишь из ушей Которыми ты слушаешь Ничего лишнего Не дребезжит Ничего ли не отваливаться Не выпадает Тут я уже проехал Почти 3000 миль То есть там 3000 миль Это почти 5000 километров Если я правильно понимаю Я понимаю Что в целом Как бы Тут уже более-менее Все устаканилось И более-менее Уверен в том Что Вот прямо сейчас Из нее Скорее всего Ничего не выпадет Ну в дождь Не комфортно А что ты делаешь в дождь Какие твои действия Сейчас На самом деле Поскольку я смотрел Прогноз погоды Я понимал Что дождь может пойти В нашей машине В сопровождении Есть мягкая крыша Здесь каркас И мягкая крыша И соответственно Примерно за 20-25 минут времени Эту мягкую крышу Можно установить Ну ты То есть Ты с крышей поедешь? Да И обратно домой Я уже поеду С этой крышей А основная У тебя машина какая? Основная Это моя Камара Да Это вот На каждый день? Да Это вот машина Спортивная Камара На каждый день Ты за ней За продуктами ездишь? Да За продуктами Везде вообще езжу Да Но при этом Она еще и комфортная машина Спасибо Уважение Уважение В принципе Это вот машина Как раз такого Выходного дня Хорошего Для того Чтобы Комфортно провести Там несколько часов Это называется По-американски Spirited driving Да Это такой как бы Не то чтобы прям Совсем зажигаешь Да Но типа Ездишь Чуть Как бы Агрессивнее Чем позволяет Правила Понятно Вот И От этого Конечно получаешь Огромный удар Так Вот так вот Да Просто тянешь эту штуку Вверх Вверх тянешь Вот А вот Ух ты У тебя Соответственно Вот это все Прям Классно Слушай Спасибо Что прокатил Дошел время Да Рады были Познакомиться С собой лично Наконец-то А почему У тебя не Tesla Тесла У тебя почему нет Я буду ездить На пикапе Rivian О Серьезно Да Круто А почему именно В общем Мне нравятся Пикапы Особенно Электрические Пикапы Это классная Машина В общем Я очень жду Когда их Наконец-то Начнут Поставлять В большем Количество Чем сейчас И тогда Можно будет Снять еще Одно Видео Об этом Точно Договоришься Еще раз Ди Большое Спасибо Спасибо Не трогай Трубу Ребятки Вот такая Вот история Кит Сам От компании Стоит 12 тысяч Долларов Вы можете Сверху Докупить Как Алик Сказал Разбитый Старый Мустанг Достать Коробку Достать Движок Инструкции Все есть И в итоге Минимальная Стоимость Вот Такого Автомобиля Которая будет Выглядеть Так же И звучать Так же Ну там В зависимости От движка И от того Что вы внутрь Поставите 30 тысяч Долларов Эта машина Стоит 65 Потому что Аликс Много Что поставил Того Что он Хотел Поставить Сам В том числе Здесь Новый Движок Новая Коробка Но в принципе Это его такая Первая машина Он решил На этом Не экономить Поэтому Напишите Что вы там Думаете Нам понравилось Едет Просто Чума Жалко За рульами Прокатились Но Я думаю Что в следующий раз Вообще Честно говоря Захотелось Тебе такую Купить За 30 Подкопить По-моему Неплохо Спасибо Посмотрим Посмотрим Выглядит Бомбически А Ты посмотри Ждем Ваши комментарии Увидимся Пока Субтитры